В минувшие выходные состоялся мини-марафон «Здоровая Казаларда». Кто пришел первым и о других новостях спорта, нам расскажет спортивный комментатор Аслан Сагандык. Аслан, тебе слово. Спасибо, Альмира. В 10-километровом марафоне от памятника Сырана до парка железнодорожников приняли участие не только казалардинцы, но и любители бега из других областей страны. В марафоне приняли участие свыше 200 любителей бега. Не только местные, были также марафонцы из Шымкента и Алматы. А Виктория Сергеева специально приехала на марафон из Петропавловска по приглашению казалардинских друзей. Она активная участница разных забегов в Алматы и в Нур-Султане. Здесь участвую первый раз. Я кандидатка мастера спорта по лёгкой атлетике. Вот сейчас мы едем в Шымкент. Там тоже будет Шымкент-марафон. Ну и решили вот так вот здесь выступить и поехать туда. Была в Белоруссии, на Кубке Белоруссии. Вообще чемпионка Казахстана. Чемпионка и призерка Казахстана. Бегина. 1500 метров, 5 километров. Ну нужна выносливость, конечно. Да, основное это выносливость, терпение. Классно было добегать, когда тебе аплодируют. Ну, очень круто всё организовано. Перед стартом Аким Города пожелал ему удачи и вместе пробежал часть дистанции. Возрастной рекорд марафона среди мужчин – 76 лет, установил Александр Ким. Ахсакал всю жизнь занимается спортом. Ежедневно по утрам совершает пробежку. На марафон пришёл, чтобы показать молодым пример. Я решил, то есть, пробежать эти все 10 километров в честь города. Любые такие забеги в Казахстане, я участвую почти во всех забегах. Я к бегу отношусь, как он лекарство, которое лечит. Не все болезни, но лечит. В неделю, в пять раз бегаю там. По пять, по семь, по десять, когда как. Советую молодым, конечно, бегать. Это очень полезно для себя и для организма в целом. И вот он финиш. Первой среди женщин финишировала наша гостья из Петропавловска – Виктория Сергеева. Среди мужчин – Рахамжан Кельманов из Кормахшинского района. Оба победителя получили главный приз марафона – 100 тысяч тенге. Атмосфера вообще удивляет на самом деле. Тем более маршрут, то есть, это как экскурсия по всему городу. И я пробежал 10 километров 500 метров за 36 минут. До этого, например, Алматы-марафон я пробежал за 29 минут 56 секунд. И это был рекорд алматинского марафона на 10 километров. Я сам уже лекарство занимается более 10 лет. И в данный момент являюсь многократным чемпионом Казахстана и многократным чемпионом Центральной Азии. И самый доступный вид спорта – это бег. Вам нужны просто шорты, футболка и кроссовки. И ничего такого больше не требует. Вторыми пробежали и получили по 75 тысяч тенге Миржан Махшат и Ирина Юнкинт. Тройку быстрейших замкнули Нуркель Дебукин Байло и Галина Панасинка. Им вручили по 50 тысяч тенге. Амина Усенова, Чингис Жумаханов, Турихан Хожахметов, телеканал Казлажда. В преддверии профессионального праздника Дня спасателей в Сардаринском районе прошел турнир по мини-футболу среди сотрудников службы спасателей. В турнире приняли участие шесть команд. По итогам встреч третье место завоевала команда кармакшинских спасателей. Золото оспаривали между собой жалагашские и сардаринские футболисты. Удача была на стороне хозяев турнира. На церемонии награждения также были отмечены лучшие игроки. Финальная игра была сложной. Нам противостояли жалагашские коллеги. Мы с ними часто проводим товарищеские игры, знаем их потенциал, тактику игры. На этот раз мы были сильнее. Я приехал из кармакшинского района. Мы заняли третье место, а я стал лучшим бомбардиром. В целом турнир прошел на хорошем уровне. Перейдем к новостям спорта страны и мира. Сборная Казахстана в шестом туре отборочных чемпионата мира на Астана-Арене проиграла Босния-Герцеговине со счетом 0-2. Далее об этих и других выступлениях наших спортсменов в небольшом дайджесте. Казахстанцы начали игру с активных атак, но первыми счет открыли гости. После навеса в штрафную расторопни оказался нападающий Смаил Привляк, который головой направил мяч в ворота. После перерыва на 66-й минуте тот же Смаил Привляк оформляет дубль. Итог в счет 0-2. Завтра в родных стенах сборная Казахстана примет Финляндию. На чемпионате мира по греко-римской борьбе в Услу Алмат Кибеспаев завоевал бронзу. В схватке за третье место в категории до 67 килограммов он одолел турка Мурата Фирата со счетом 7-4. Еще одну бронзу теперь уже в Италии принес дзюдоист Шерзот Давлатов. Он оказался сильнее узбекского спортсмена Камаледдина Бахтиорова. Без медалей на чемпионате Азии в Ташкенте остались наши три атлонисты, чьей страны представляли шесть спортсменов. Лучший результат среди казахстанцев показали Мирлан Искаков и Надежда Бекмагомбетова, которые завершили гонку на восьмом месте. Сегодня тяжелатлет Рахат Бекпулат выйдет на помост чемпионата мира среди юношей из Саудовской Аравии. Напомним, Казахстан на мировом первенстве представляет два спортсмена Наш Рахат Бекпулат и Руфина Чалкарова. Бекпулат выйдет на помост сегодня 11 октября. Он будет бороться за медали в категории до 102 килограммов. Будем держать кулачки за нашего земляка. На этом у меня все, Альмира. Спасибо, Аслан.